Поставки угля в населенные пункты Заполярного района выполнены на 81% от плана, дров на 94%. Если к первому виду топлива в этом году особых претензий от жителей сел и принимающей комиссии нет, то качество поставляемых дров вызвало определенные нарекания. Новости опережающего завоза обсудили в ходе еженедельной планерки с главой региона. Подробнее в следующем сюжете. Практически все жители окружных сел, за исключением двух, отапливают свои дома каменным углем. Понятное дело, что от его качества будет зависеть, насколько тепло будет в домах. Вопросы к топливу у сельчан возникли прошедшие зимой в некоторых населенных пунктах. Когда закидываешь его в печку, там очень дикий треск был. Это был не уголь, а порода. Трескался и все время этот камень как запихал, так и вытаскиваешь его из печки. И тепла особого не было, и печка тухла, холодно, а грозы были 40 градусов. И это приходилось чуть ли не спать возле печки все время. После жалоб жителей сел на качество угля было принято решение принимать твердое топливо специальной комиссией, куда входят представители подрядчика, заказчика, общественности и депутаты. Такая мера оказалась действенной, и жители сел уже успели оценить поставки этого года. Уголь хороший, дает много тепла. Горит хорошо, полностью сгорает. Не как в прошлогоднем он шоковался, а этот полностью сгорает. Тепло не трескается. Северный завоз энергоресурсов в село Несь завершился еще в июне. Все необходимое завезено на 100%. Дизельное топливо в объеме 610 кубов до 100 тонн доставлено в полном объеме. И дрова и уголь также. Дрова у нас 1300, порядка 1300 кубов, также находятся уже на складе. И твердое топливо, уголь 3473 тонны, также у нас привезено. Что касается качества завозимых в село дров, то здесь, согласно ГОСТу, допускается небольшое количество древесины, которая может быть испорчена. В этом случае, как и в случае с некачественным углем, потребителям производится замена. Замену дров поставщику придется произвести в деревнях Куя и Осколково. В Куе, к сожалению, были зафиксированы, есть дрова некачественные. Принято решение... А возвращайте. Нет, мы, конечно, людям, кто уже забрали, мы компенсируем. В Осколково, то, что было и в соцсетях проходило, у нас дрова не подтвердились, там друхи мало. Единственное, их не устраивает, что там в основном осина. Осина им плохо горит, население, даже часть отказались, те, которые делали первые сначала заявки. В итоге тоже принято решение, что мы с Нарминоса доставим дрова. В ходе рабочего совещания глава региона отметил необходимость перехода от дров к брикетам. Осина, труха, не труха. Вот он, брикет, красиво упакован, нормально хранится, теплоэффективность выше дров. Какая-то цивилизация. У нас из года в год с этими дровами вот такая история. То не береза, а осина, то осина, то береза. И начинается вот эта история. Труха, не труха. По словам Надежды Михайлова, и брикеты в этом году заказали практически все населенные пункты. Те, кто заказывал, всем привезли. Посмотрим, если все-таки пробные топки у всех в этом году покажут себя хорошо, я думаю, на следующий год брикетов будут заказывать больше. Всего на сегодняшний день в окружные села завезено 100% дизельного топлива. Дров на 94%, топливных брикетов на 95%, технических масел на 89%, бензина на 51% и угля на 81%. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Спасибо. 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 Спасибо.